Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Здравствуйте, все те, кто слушает нас в видеозаписи. Мы продолжаем рассматривать то, как строится православное богословие. И сегодня мы перейдем к важному понятию православного богословия, к понятию догмата. Встречается иногда другое ударение в богословском языке. Можно такое ударение встретить, догмат. Такого единообразного варианта произнесения этого слова пока не выработано. Но мы давайте все-таки для определенности будем ориентироваться на вариант догмат. Связано это понятие с тем, что в богословии выделяются вопросы, выводы, которые можно рассматривать как основополагающие для всего богословия. И вот такие основополагающие выводы, которые черпаются из откровения, именуются догматами. При этом помимо догматов в богословии рассматриваются и вопросы, и другие вопросы, частные вопросы. И в отличие от догматов, также в богословии всегда есть, всегда обсуждаются богословские мнения. Но при этом догматы важно отличать от богословских мнений. Давайте назовем еще одну формальную характеристику догматов, которая как раз подчеркивает то, что догматы относятся к основополагающим богословским вопросам. Это то, что к догматам, с такой несколько формальной точки зрения, относятся те определения, те суждения, которые выносились на Вселенских соборах после обсуждения того или иного принципиально важного богословского вопроса. Ну а далее давайте попробуем охарактеризовать догмат, попробуем выделить основные характеристики догмата, основные свойства догмата, причем существенные свойства догмата, то есть такие, без которых невозможно говорить о догмате. И для того, чтобы удобнее было это сделать, давайте приведем такое определение, довольно широко распространенное в богословии, определение догмата. Догмат — это теологическая, богооткровенная истина, которая преподается, которая формулируется и преподается церковью в качестве обязательного правила веры. Если мы вдумаемся в это определение, то мы обнаружим, что здесь выделены четыре основных существенных характеристики догматов. При этом, конечно, само определение может быть сформулировано несколько иначе, другими словами, но важно, чтобы все эти четыре характеристики догматов в определении прозвучали. Первая характеристика — это теологичность. Догмат — это теологическая истина. Это характеристика догмата по содержанию, можно сказать, по содержанию. Она означает, что к догматам относятся только такие истины, к которых сообщается что-то о Боге и об отношениях человека с Богом. Само слово «теология», мы уже с вами говорили, означает «богословие», то есть слово о Боге. И отсюда вот эта характеристика существенная догмата — теологичность. Она, в частности, означает, что никакие другие истины, никакие другие выводы, которые общеприняты среди людей, может быть, в науке, не относятся к догматам. Поскольку, например, если говорить о научных истинах, то они меняются, они уточняются, иногда меняются даже таким радикальным образом. Так что, например, такой философ науки, методолог науки, как Томас Кун, такие изменения радикальные, именуют даже революциями, научными революциями. Вот такие научные, меняющиеся истины не могут быть отнесены к догматам. Например, в современной физике широко известен вывод о том, что скорость света составляет 300 тысяч километров в секунду. Но и что большей скорости, больше, чем скорость света, достичь невозможно. Это в современной физике общеизвестный, пожалуй, общепринятый вывод. Но он не относится к догматам, поскольку в нем ничего не говорится ни о Боге, ни об отношениях человека с Богом. Невозможно связать это утверждение ни с Богом, ни с отношениями человека с Богом. Но, помимо всего прочего, еще и мы не знаем, что будет далее происходить в науке, какая появится в физике, например, через некоторое время. Другая, может быть, теория, в которой эти общепринятые в настоящее время положения могут быть уточнены, а то и вообще как-то радикально пересмотрены. По крайней мере, из истории науки мы знаем множество примеров, когда нечто само собой разумеющееся для представителей научного сообщества того или иного физики, представляющих физику, химию или биологию, например, претерпевало существенные, такие радикальные, можно сказать, даже революционные изменения. В отличие от этого, догмат, кстати, всегда неизменен. Догмат выражает полноту откровения, тот или иной существенный, основополагающий вопрос, который дан в откровении. А полнота откровения никак не может быть восполнена, потому что тогда она перестала бы быть полнотой, и уж тем более пересмотрена. Далее, следующая характеристика догмата — это богооткровенность. Догмат — это теологическая, богооткровенная истина. Так мы начинали определение догмата. Что означает богооткровенность? Это, можно сказать, свойство догмата по способу его получения. И означает это свойство то, что догмат черпается из божественного откровения. В частности, это означает, что никакое догматическое положение, никакую догматическую истину человек не может вывести, пользуясь своими человеческими возможностями, интеллектуальными возможностями, мыслительными возможностями. Не может вывести таким способом, которым, в частности, например, пользуются философы. То есть не может вывести на основании наблюдений за собой, за окружающим миром, на основании систематизации этих наблюдений, осмысления этих наблюдений, обобщения, ну и пользуясь другими естественными мыслительными способностями. Это, конечно, не означает, что философия для богословия не нужна и исключительно вредна. Нет, все, что есть у человека, все мыслительные способности человека, даны человеку Богом и даны на пользу человеку. И, в частности, вот такие философские размышления, даже дохристианских философов, не опирающихся на откровения, могут подвести человека к церкви, подвести человека к выводам о значимости отношений с Богом, подвести человека к размышлениям о смысле человеческой жизни, о совершенстве, к которому нужно стремиться. Но все-таки ни одно из таких рассуждений, выкладок философских не может непосредственно привести к тому или иному догматическому выводу. Ну, например, даже у древнегреческих философов при всей общепринятой в современной философии высокой оценке их философских усилий, мы не обнаружим вывода о том, что Бог является троицей божественных лиц, единосущных. Не обнаружим вывода о том, что Бог воплотился, вочеловечился, то есть, оставаясь Богом, стал еще и человеком и соединяет в себе, в своем лице и Бога, и человека. Вот таких выводов догматических мы нигде обнаружить не можем. Их человек может получить только непосредственно из откровения. Хотя, как мы уже отметили, философские рассуждения могут быть значимыми для человека, могут быть для человека полезными, приближать его, готовить его, приближать его ко Христу. В частности, этот вывод можно проследить по такому довольно интересному обычаю, в соответствии с которым в церковь, в храм, включены бывают в убранство храма, бывают включены древнегреческие философы. Но, конечно, обычно это происходит не так, чтобы они включались в росписи внутри храма, присутствовали наряду с христианскими святыми. Нет, конечно. Но, например, их бюсты, барельефы могут находиться на стенах храма, на внешних стенах храма, тем самым выражается мысль о том, что хотя им и не удалось войти в церковь, не удалось получить высшие знания о Боге, догматические знания о Боге, это и невозможно, в принципе, для человека, не опирающегося на откровение. Тем не менее, они сделали много полезного для того, чтобы упорядочить размышления человека о Боге, для того, чтобы донести до человека значимость мыслей о Боге, для того, чтобы предостеречь человека от тех или иных тупиковых путей размышлений о Боге, для того, чтобы подчеркнуть абсолютность совершенства Божия, насколько это доступно для человека, пользующегося своими естественными мыслительными способностями. Ну что ж, вот это Бога откровенность. Еще раз, она означает, что догматы черпаются непосредственно из Божественного откровения. Далее, следующее свойство, это церковность. Мы сказали, что догматы, как теологические богооткровенные истины, хранятся и сообщаются человеку в церкви. В церкви. Далее, здесь, конечно, сразу может возникнуть вопрос, а почему именно в церкви сообщаются человеку догматы? Догматические истины. Почему, например, не может собраться на конференцию некую, не могут собраться выдающиеся богословы, которые с юности получали богословское образование, вели богословские исследования, и вот, собравшись на такую большую представительную конференцию, вынести некое решение по тому или иному богословскому вопросу, которое можно было бы назвать обладающим догматическим статусом? Что не хватает такому представительному собранию, например, и что в то же время есть в церкви? Ответ в богословии дается вполне четкий. Именно в церкви, в богословском понимании, со дня Пятидесятницы, со дня схождения Святого Духа на апостолов, а через апостолов и в лице апостолов на всю церковь, действует в полной мере Святой Дух, действует в полной мере Святой Дух и сообщает всем тем, кто готов принять его свидетельство, всю полноту откровения, данную Христом. Хранит эту полноту откровения, обеспечивает неповрежденность этой полноты откровения при всех изменениях, которые с течением времени происходят в человеческом мышлении, в человеческой культуре, в человеческих устремлениях, заботах. Во всех этих меняющихся обстоятельствах Святой Дух обеспечивает неповрежденность, чистоту восприятия догмата. И поэтому именно церковь в богословии и рассматривается как то учреждение божественное, в котором только и может храниться, и формулироваться, и сообщаться верующим догматы. Но и еще одно свойство мы можем выделить в том определении, которое назвали. Это свойство, которое часто именуется общееобязательностью. Значит, догмат — это теологическая, богооткровенная истина, преподаваемая церковью, как общееобязательное правило веры. Но когда мы говорим об общееобязательности, здесь две стороны можно выделить. Во-первых, эта сторона такая формальная. Она означает, что для того, чтобы быть членом церкви, необходимо, необходимо, именно необходимо, принимать все догматы. Если человек не согласен хотя бы с одним из догматов, то тем самым такой человек фактически ставит себя вне церкви, делает для себя спасение невозможным. Это если говорить о формальной стороне догмата. С другой стороны, конечно, за этой формальной стороной стоит опыт христианской жизни. В догматах говорится о столь основополагающих сторонах понимания Бога и отношении человека с Богом, что непринятие хотя бы одного догмата означает, что в сознании человека понимание Бога и отношений с Богом оказывается настолько искаженным, что для него церковная жизнь, христианская жизнь становится вообще невозможной. Несколько забегая вперед, можно сказать, например, в качестве примера о догмате о Боговоплощении. Согласно этому догмату, Господь Иисус Христос это истинный, совершенный человек, и в то же время он же это истинный, совершенный Бог. Например, если тот или иной человек отказывается во Христе видеть, признавать Бога, безоговорочно причем признавать Бога, а согласен только во Христе видеть, ну, некоего совершенного человека, выдающегося человека, великого учителя, может быть, то есть отказывается так или иначе признавать Бога, то для такого человека, очевидно, церковная жизнь, христианская жизнь становится невозможной. Невозможной становится молитва, высшая молитва к Богу через Христа, поскольку молитва высшая всегда обращена к Богу, и, соответственно, христианин, когда обращается ко Христу, он обращается к Нему не просто как к человеку, не только как к человеку, но и как к Богу, несомненно, и прежде всего именно как к Богу. Вот, соответственно, непонятным, недоступным становится богослужение церковное, которое наполнено такими молитвенными обращениями ко Христу, именно как к Богу, становится для такого человека недоступным восприятие плодов, даров, которые подаются в таинствах, подаются через Христа в таинствах, совершаемых в церкви. Если человек не считает Христа Богом, то тогда и таинство он не сможет воспринимать, как подающие ему высшие дары, такие дары, которые может подать только Бог. Ну и как результат становится для такого человека, очевидно, невозможной церковная жизнь становится невозможным спасением. Аналогичные пояснения можно привести, мы еще это будем делать далее, когда обратимся к содержательному рассмотрению тех или иных догматов. Аналогичные выводы можно сделать и когда мы говорим о других догматических определениях. Так, ну вот, пожалуй, четыре, четыре таким образом мы рассмотрели следствия догматов. Ну и в заключение еще раз можно отметить, и, пожалуй, важно отметить, что то, что догматы совершенно обязательны, ни в коем случае не означает, что в церкви невозможны богословские дискуссии, богословская работа, даже полемика богословская. Все это возможно и все это полезно, апостол Павел, например, пишет, должны быть и разномыслия между вами, чтобы выявились искусные. Все это полезно, нужно, все это происходит в богословии, но при одном обязательном условии. Если ни одно из таких богословских мнений не противоречит ни одному догмату, если такого противоречия нет, то все время в богословии богословы пытаются найти такие решения частных богословских вопросов, которые были бы наиболее значимыми, наиболее убедительными и в том числе наиболее соответствующими догматическим определениям. Ну что ж, таким образом мы кратко рассмотрели вопрос понимания догматов, Ну а далее другие существенные для понимания богословия вопросы рассмотрим при следующих наших встречах.